Бюджет 2015 года обещает стать социальным. Почти 60% всех расходов заложены на образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную защиту. Финансовый документ уже принят в первом чтении. До 17 ноября каждый пункт расходов будут рассматривать детально. На этот раз на заседании речь шла о культуре. В 2015 году из бюджета на эту сферу планируется выдалить около 950 миллионов рублей. Для сравнения, в этом году культуре был предоставлен 531 миллион. Будет получена субвенция из федерального бюджета в размере 923 500 рублей на обеспечение полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия федерального значения. Также в связи с заключением договора с Архангельской областью управление получает полномочия в сфере туризма и охраны объектов федерального значения. С 2015 года под ведомство окружного управления переходят 30 муниципальных домов культуры плюс 8 музейных комплексов с общим штатом 340 человек. К 1 июля их планируют реорганизовать. Целостной картины новой системы домов культуры пока не сложилось. Это не реорганизация, не ведет к исчезновению каких-либо домов культуры, как центров культуры. Когда их только меняется, как бы скажем, на статус, то есть будет центральный дом культуры и будут его филиалы. То есть, но сами остаются, как учреждения. Для управления сетью сельских клубов планируется создать дирекцию по эксплуатации зданий учреждения культуры. Каким образом он будет взаимодействовать с селами, тоже пока непонятно. Решить эту задачу предстоит до 1 июля. Особое внимание комиссии вызвал бюджет туристического культурного центра. В смете расходов казенного учреждения заявлена немалая цифра – 42 миллиона 647 тысяч. И все бы ничего, если бы доходы от услуг центра не оценивались в миллион 850 тысяч. Стоит ли вливать столько средств в убыточное предприятие? Здесь мнения членов комиссии разошлись. Туристический культурный центр, расположенный именно в этом месте, на мой взгляд, надо финансировать, по крайней мере, нескольких ближайших лет точных бюджетов. Он может быть основой для какой-то части нашей новой экономики по следующим причинам. Вот попробуйте с ребенком в субботу, воскресенье, в наимае отдохнуть. Вот так вот, более-менее активно. Нет места. Другая сторона ссылалась не только на большие убытки, но и отсутствие нормальной рекламы. Какие мероприятия проводятся в центре, известно немногим. В итоге комиссия решила навестить туристический центр с рабочим визитом и посмотреть реальные возможности для развития активного отдыха и туризма. Валентина Чебичук, Леонид Сушилов, телеканал «Север».